Окна поменяли, побелили, обои наклеили, линолем постели. Дочь, какой же ремонт нужен? Старикам, молимся Богу в каждом углу. Это просто какое-то чудо, не перестает удивляться Надежда Андреевна Якушева, едва сдерживая слезы радости. Квартиру после ремонта не узнать, настолько она похорошела. Хотя поначалу предложение сделать здесь ремонт ветеран войны восприняла без воодушевления. Волновалась, столько это махров, куда я их девать буду. Лариса пришла, давай бабули сложим с тобой все. Я перетаскаю сама. А ребята, слезарь у нас, Юра, он такой способный, все это, и диваны, все вытащили из квартиры, ничего не было. На время ремонта около недели Надежду Андреевну переселили в свободную комнату на первом этаже. Одновременно работы велись еще в 15 квартирах ветеранов Великой Отечественной. Под чутким контролем и самих ветеранов в том числе. Колор, так называемый, даже кому-то выбирали сами ветераны, кому-то не нравился голубой цвет, кому-то наоборот зеленый. Все по ихнему усмотрению. В принципе, вроде все остались довольны, комиссия два раза выезжала, всем все понравилось. Рабочие управились за две недели. И 70-ю годовщину Великой Победы жители Дома ветеранов встречали в уже обновленных квартирах. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. Марина Матвеевшина. Марина Матвеевшина. Марина Матвеевшина. Продолжение следует...